Здравствуйте, меня зовут Константин Анацкий, я менеджер по картофель и овощам международной компании Bayer, которая предоставляет на данный момент полный спектр химических препаратов для защиты различных овощных и полевых культур. Ну, естественно, мы приехали с радостным настроением на данную выставку, потому что это очень крупное мероприятие, ежегодное. В этом году оно расширилось и в этом году, как я вижу, представлено очень много компаний, как семенных, химических, компаний по технике. Это, во-первых, интересно для сельхозпроизводителей, чтобы они приезжали не только там на одну компанию посмотреть, а сразу все компании вместе посмотреть, научиться чему-то новому. И мы что-то можем предложить, и другие компании. И самое главное, мы находимся в одном из показательных хозяйств по картофелю и овощам, как в Московской области, так, наверное, и в стране. Одно из самых мощных и продвинутых хозяйств, где применяются в основном только новые технологии в возделывании овощных культур и новые препараты, в том числе, компании Bayer. Надеемся, что эта выставка будет очень полезна для сельхозпроизводителей, ну и в том числе для представителей фирм, которые могут проконсультировать сельхозпроизводителей в различных аспектах возделывания, технологии возделанных культур, как по технике, семенам и химическим средствам защиты. Вы привезли сюда какие-то новинки, какие-то новые технологии, может быть? Ну, на данный момент мы имеем и так очень инновационный пакет по защите, в первую очередь, картофеля, по овощам более скромный набор, как и у всех компаний, потому что в нашей стране регистрационный процесс на данной культуре слишком затруднен. На картофеле мы представляем полную систему защиты, начиная от протравливания и посадки картофеля, как от болезни, так и от вредителей, также представляем полную фунгицидную защиту, как системными, трансламинарными и контактными препаратами и несколько инсектицидов, которыми можно решить в период вегетации различные проблемы с вредителями, такие как тля, цикадки, которые являются переносчиками вирусов и вероидов и фитоплазм, и бактериальных заболеваний, таких как черная ножка, ну, которая в большей степени передается семенным материалом, либо через почву, но также могут переноситься вредными объектами. И в этом году у нас вышел инновационный инсектицид, биская, это новое слово вообще в защите от вредителей, потому что это единственный препарат на данный момент на рынке, на основе масляной дисперсии, который позволяет сильно увеличить контактные свойства препарата, хоть это и системный в первую очередь препарат, сильно увеличит контактные свойства, нокдаун инфект, сильно выраженный у данного препарата и в первую очередь, и также во вторую очередь данная препаративная форма специально разработана для полевых и овощных культур, зарегистрирована на картофеле и рапсе. Как мы знаем, рапс и картофель могут иметь восковой налет, а и масляная дисперсия лучше распределяется по данным культурам и дольше защищает от вредных объектов от двух до трех недель. Препарат системный, и дает возможность решать проблемы как с грызущими, так и с осущими вредителями, и можно его применять в различных баковых смесях, с перитроидами, таких как Дециспрофи, либо с другими неоникотиноидами, такими как Анфидороэкстра, либо отдельно применять. И ожидаем... Единственное, у нас еще на данный момент не хватает диссиканта, но в скором времени мы его ожидаем. На картофеле. На овощных культурах стандартный набор, уже всем известные препараты, особенно на столовой сёке группы, бетональная группа. Однако в этом году, в 2013 году, уже на рынок вышел новый инновационный гербицид бетональной группы Бетонал Макс Про, четырехкомпонентный препарат, который позволяет намного эффективнее контролировать двудольные сорняки и некоторые злаковые сорняки в посевах столовой свеклы, ну, так же и сахарной, столовой свеклы. И, в принципе, это новое решение, с помощью которого мы практически можем решить проблему двудольного засорения в посевах столовых свеклы без использования каких-то препаратов, ну, дополнительных препаратов. Если, опять же, соблюдать технологию, работать по семидолям или двум настоящим листьям в посевах культуры. Ну, и надеемся, этот форум будет и дальше продолжаться не первый и не последний год. Надеемся, что всем понравится данное мероприятие, и все больше и больше людей будет с каждым годом приезжать на данное мероприятие в более-менее, уже в менее напряженный сезон, в начале августа еще, как бы, разрыв есть до уборки поздних и средне-поздних сортов различных культур овощных и картофеля. И уже, как бы, прошел основной пик уборки раннего картофеля и ранней капусты. Так что это очень удобное время. И в поле мы можем увидеть в этом хозяйстве настоящие шедевры овощеводства и картофелеводства, которым будет показательным и интересным для всех сельхозпроизводителей, тем более, как я знаю. На данное мероприятие приезжают люди со всей страны. Плоть от Новосибирска до Курска, Краснодара, Омска, Черноземья. Все северо-северная, северо-западная и центральная часть страны вся присутствует и по Волжье на данном форуме. Что есть пожелаете нашим читателям? Хотелось бы пожелать хороших урожаев, хороших цен на данный урожай, повышение качества продукции, потому что в данной рыночной ситуации именно качество продукции влияет на реализацию данной продукции в первую очередь в сетевых магазинах, что может позволить вам иметь постоянную и стабильную реализацию вашей продукции. Соответственно, вы сможете планировать объем выращиваемой продукции и, соответственно, затраты на ее возделывание и получение этой продукции, потому что часто бывает ситуация, что человек, не знаю, когда нету каналов реализации каких-то постоянных и стабильных, выращивает много продукции, цены нету в общем на рынке, и, соответственно, продукция овощеводства вообще очень дорогостоящие удовольствия. И, к сожалению, люди часто кидаются, давайте вырастим побольше, все это делают, цены нету, надо рассчитывать потребности и возможности.